Здравствуйте, уважаемые коллеги! И я даже не могу сказать, что метод стереотаксиса какой-то новый, хотя вокруг него имеются некие ореол новизны и высокотехнологичности. В практику-то он внедрён был ещё в 67-м году. В 2001 году FDA одобрен для лечения метастазов экстракраниальных. На данный момент наш метод лечения включён в стандарты исследования. Здесь я показываю рекомендации Минздрава РФ с сайта, что стереотоксическая лучевая терапия гипофракционная по радикальной программе рекомендована пациентам, у которых нет возможности для проведения хирургического лечения. Также в этих рекомендациях указаны возможные режимы фракционирования дозы, количество сеансов. Об этом я позднее скажу подробнее. Здесь из НСССН рекомендации тоже. Медико-ленин-операбл неоперабельные пациентам рекомендуется именно стереотоксическая лучевая терапия. Показания к проведению стереотоксической лучевой терапии при лечении ранних форм морфологическая верификация нам требуется. Она обязательно нужна. В отдельных случаях мы идём на стереотоксическое лучевое лечение неоперабельного пациента без морфологической верификации, когда биопсия сопряжена с высоким риском или вовсе невозможно. Но для этого нам необходима отрицательная динамика по КТ-исследованиям с контрастом и функциональный анализ ПЭД-КТ, что там действительно есть накопление и обязательно создание междисциплинарного онкологического консилиума. У нас такие случаи были, но это, скажем, редкость. Первичная периферическая опухоль лёгкого меньше 5 сантиметров. В практике мы берёмся за облучение даже опухолей до 7 сантиметров. Иногда были случаи, даже больше 7 сантиметров облучали, но риски, конечно, значительны. И показания локального контроля при облучении таких больших образований, они, конечно, ниже. Нам также нужно быть уверенным более-менее в отсутствии признаков поражения регионарных лимфоузлов. По данным КТ в спорных ситуациях, ПЭД-КТ, идеально это, конечно, медиастеноскопия, хирургический метод стадирования. Но, честно говоря, это достаточно редко бывает, когда пациенту... Можно выполнить исследование морфологическое такое, но он неоперабелен для удаления опухоли. Ну, по крайней мере, в моей практике таких пациентов не было. Так, касательно противопоказаний, именно специфических, связанных со стереотоксическим лучевым лечением. Неспособность пациента находиться на столе неподвижна. Это психические какие-то состояния, либо выраженный болевой синдром с чем-то связанный, не оккупирующийся анальгетиками. Неподвижность пациента нам необходима. Это, безусловно, наличие активных воспалительных процессов в легких пневмонии, не только в легком, которое планируется к облучению, но и в другом. И третий пункт очень важный. Интерстициальные заболевания легких. А в особенности и диапатический легочной фиброз. Заболевание редкое, но пациенты с ним попадаются. Это является однозначным противопоказанием к проведению стереотоксической лучевой терапии. И вообще лучевой терапии, поскольку смертность может доходить до 30% при стереотоксисе таких пациентов. Смертность при других формах интерстициальных заболеваний легких, саркаидоз и прочее, до 15%. Это большой вопрос, что делать с такими пациентами, потому что, как правило, они являются также и хирургически, и наперабельными. Особенно пациенты с ИЛФ. Что делать с ними, не совсем понятно. Но на данный момент несколько исследований за рубежом касательно возможностей деэскалации лучевой терапии с ними имеются. Но мы в настоящий момент не беремся за облучение такой группы пациентов в связи с большим риском. Касательно того, как в нашей клинике проводится стереотоксическая лучевая терапия у пациентов. Глобально это две группы. Это с пациентами иноперабельными, либо отказавшимися от хирургического лечения. Здесь все понятно. Здесь мы следуем по стандартам и имеем на это полное право. Второй большой вопрос – это пациенты, которые операбельны, но им можно проводить стереотоксическую лучевую терапию. Об этом я скажу чуть позже. Касательно методики облучения 80% – это технология динамических арок ВИМАТ, 20% – это АМРТ. Мы в нашей практике редко, когда используем вакуумные матрасы для фиксации пациентов, мы используем просто отдельные индивидуальные подставки для пациентов. Этого достаточно для того, чтобы добиться неподвижности пациентов. Стереотоксическая лучевая терапия всегда проводится с тем или иным мониторингом, контролем дыхательных движений. Есть достаточно большое количество технических приспособлений, которые позволяют контролировать дыхание пациента. И это либо ограничивать его вдох-выдох, либо просто непосредственно мониторинг. Мы используем инфракрасные датчики, которые находятся на передней брюшной стенке или грудной стенке и записываем паттерн движения пациента. Есть возможность облучения пациента в отдельные фазы вдоха или выдоха, либо облучения во все фазы, то есть пациент спокойно дышит, лежит неподвижно и очаг облучается. Мы используем технику облучения в отдельные фазы дыхательного цикла, только в случае, если опухоль мелкая и двигается, при дыхании двигается больше чем 1,5-2 см в крайне околдальном направлении. В остальных случаях мы не используем какие-то методы контроля за дыханием пациента. Пациент просто спокойно дышит, и аппарат отсекает только максимальные сдвиги, когда он слишком сильно вздохнул, покашлял, подвигался, облучение в этот момент сразу прекращается. Я немножко отошел от темы своего повествования. Уже давно понятно по результатам многочисленных исследований, что для максимального эффекта абляции опухоли следует стремиться к достижению биологически эквивалентной дозы больше 100 грей. А вообще по данным исследований 2020 года дозы менее 130 грей в биологическом эквиваленте являются субоптимальным. Чем больше доза за фракцию, тем выше биологическая эквивалентная доза. Наиболее радикальным в данной ситуации являются дозы, именно описанные в рекомендациях, 3 фракции по 20 грей, которые используются нами при периферических образованиях. Также целесообразность изменения дозы в зависимости от гистологического подтипа опухоли, объема, локализации. Здесь все не совсем понятно, эти нюансы находятся в стадии изучения. Здесь в черном я выделил те режимы облучения, которые чаще всего используются в нашей клинике при облучении периферических образований легкого. Либо 3 фракции по 20 грей, 3 дня, либо 4 фракции по 13,5. Таким образом, при таком расположении лечение пациентов занимает от силы 5-7 рабочих дней. День 2 на подготовку плана, подготовку пациента и 3, либо 4 сеанса облучения каждый день. Мы проводим облучение каждый день, не делая перерывов, хотя существуют методики, когда облучение проводится через день или даже раз в неделю. Здесь указаны возможные дозы и режимы фракционирования при парамедиастинальных и центральных образованиях. Здесь все сложнее, все немножко опаснее. Мы используем схему лечения эффективности, безопасность которой подтверждена нашими голландскими коллегами. Это 8 фракций по 7,5 грей. Конечно, если это опухоль, которая вблизи крупных сосудов или даже с подозрением на их инвазию, при однозначной инвазии мы, как правило, не беремся сходу за облучение, рекомендуем проведение неодевантной химиотерапии. Такая схема 8 фракций по 7,5 грей достаточно безопасна в плане развития побочных эффектов после облучения. Менее 5% развития тяжелого легочного кровотечения. И частота развития пневмонитов не выше, чем при облучении периферических образований. Кстати, в плане осложнений пациенты у нас достаточно тяжелые, возрастные, как правило, курящие из сопутствующей патологии. Но наиболее частым осложнением и известным при стереотоксической лучевой терапии является пневмонит. Суммарно это не более 10% вероятности симптоматического постлучевого пневмонита. Он имеет свои характерные стадии. Это ранние и поздние, как правило, проявляются сухим кашлем, нарастанием одышки. Появляются через 3-4 недели признаки, хотя может развиваться и через 3-4 месяца. Через 5-6 месяцев развивается уже фиброз, то есть отдаленная лучевая реакция. Тяжесть и сроки развития пневмонита достаточно индивидуальны. Это зависит от наличия сопутствующих заболеваний легкого, стажа курения, количество укуриваемых сигарет. Есть данные, что даже курение несколько защищает пациентов от ранних проявлений постлучевого пневмонита. Но исследование достаточно такое маленькое. Кроме того, некоторые исследования указывают, что применение ингибиторов АПФ с целью контроля за артериальным давлением снижает значительные риски развития постлучевого пневмонита. Это как при конвенциональной, так и при стереотоксической лучевой терапии. Надеюсь, в будущем это будет установлено точнее, потому что даже в ковидные времена некоторые данные указывали на то, что эти препараты снижают вероятность поражения ткани легкого по определенным причинам. Дозовые ограничения на здоровые органы риска здесь как бы указаны. Тут много разных цифр. Главное, что я скажу, мы их стараемся никогда, ни в коем случае не превышать. Если мы их не превышаем, это не значит, что лучевой реакции как побочного эффекта не будет. Это просто означает, что ее вероятность меньше 2-3%, о чем мы пациента предупреждаем. Второе по частоте осложнение постстереотоксического лучевого лечения – это септический некроз, перелом ребра или боль в грудной стенке. Особенно часто встречается при облучении периферических образований, примыкающих к ребрам. В таких ситуациях мы не идем на снижение дозы на грудную стенку и на ребро в ущерб облучению опухоли. Частота данного осложнения по некоторым данным от 7 до 30%. Выраженность болевого синдрома различная. Возникает, как правило, через несколько месяцев после лучевой терапии. Может продолжаться долго, полугода и дольше. При ультрацентральных также возможны эзофагиты. При превышении дозы на пищевод не всегда получается его сберечь от излишнего облучения. Это острый постлучевой эзофагит. Проблема известная для радиотерапевтов, для онкологов. Проходит самостоятельно через 2-3 недели. Другие осложнения, такие как формирование фистул, некроз кожи. Это уже казуистика в нашей практике не встречается. Возможно, но крайне-крайне редко. Пару слов касательно прогностических факторов эффективности. Какие факторы могут указывать на большую или меньшую эффективность от проведенного стереотоксического лечения? Одно исследование указывает, что диаметр опухоли влияет на локальный контроль и общую выживаемость. Чем больше диаметр, тем меньше данные показатели. Второе исследование указано здесь, что чем выше поглощение радиофармпрепарата, тем хуже общая и свободная от заболевания трехлетняя выживаемость. Но на самом деле существует огромное количество малоисследованных особенностей, так называемой радиомика. То есть индивидуальная особенность, как отдельный подтип опухоли реагирует на облучение, гетерогенность самой опухолевой ткани. Одни участки могут реагировать быстрее и выражение на лучевую терапию, другие меньше. Некоторые особенности постлучевых изменений в легких, то есть мы облучили. Чем отличаются реакции на КТ после облучения стереотоксис от обычной классической лучевой терапии? Самое главное, что после обычной классической лучевой терапии изменения появляются обычно раньше. На четвертой неделе уже могут быть выражены постлучевые изменения. Не всегда, правда, клинически симптоматически проявляющиеся. А при нашем стереотоксическом лучевом лечении они возникают через 6-12 недель или могут появиться даже через год. Они достаточно разные. В зависимости от высокодозного распределения, как правило, наибольшее изменение в 90% распределении дозы. Но опять-таки все зависит от индивидуальной чувствительности легочной ткани. Всего мы не знаем, как определять, у кого это будет более выраженный пневмонит, у кого нет. Пока что на данный момент предсказать это мы не в состоянии. После проведения стереотоксической лучевой терапии таким пациентам после радикального лучевого лечения по контролю, что каждые 3-4 месяца в течение 3-х лет КТ, каждые 6 месяцев последующие 2 года, затем каждые 12 месяцев постоянно. Что касаемо критериев локального рецидива, здесь рецидив недостаточно использовать в связи с тем, что крайне разнообразно могут проявляться постслучевые изменения и картина рецидива на фоне этих постслучевых изменений в том числе. Подозрительными являются крайне акаудальный рост, подозрительным в плане рецидива, изменение линейности характера, усиление матовости легочной ткани в динамике. В случае подозрения на рецидив, здесь я Илье Александровичу вопрос задавал, но тут возникает вопрос, что делать, если вдруг возник рецидив после стереотоксической лучевой терапии. Вполне возможно проведение повторного курса стереотоксической лучевой терапии, если мы уверены, что это действительно рецидив, в том числе даже если он был прямо в поле облучения. По поводу ДОС здесь все подбирается индивидуально, в зависимости от плана. Совмещается план предыдущего облучения, повторная стереотоксическая лучевая терапия, возможно. Возможно также направить пациента, если он был операбельным, к хирургу и сказать спасите, помогите, может быть вы прооперируете рецидив после лучевой терапии. Тоже такой вариант имеется. Здесь слайд по поводу эффективности адъювантной химиотерапии после стереотоксической лучевой терапии. На данный момент полностью она не доказана. Вот в этом исследовании исследовалась возможность комбинации стереотоксиса с иммунной терапией. В данном случае препарат Дурвалумап. Режим фракционирования здесь был не радикальный. Здесь было 3 фракции по 8 грей. Данная схема лечения стандартная для применения с иммунной терапией, потому что такой дозы достаточно для запуска определенных иммунных процессов в облученных клетках. Ну и здесь можно видеть, что частота патологического респонса и радиографического в группе Дурвалумап плюс стереотоксическая лучевая терапия, она выше. На данный момент я насчитал не менее 8 рандомизированных исследований, которые исследуют эффективность в сочетании стереотоксической лучевой терапии с иммунной терапией, с разными таргетными препаратами, не только при раке легкого, но в том числе и при метастатическом процессе. Здесь старое достаточно исследование японское по поводу эффективности стереотоксического лучевой терапии. Но тем не менее я его включил, оно достаточно классическое, которое показывает, что при биологической эквивалентной дозе меньше ста грей, частота рецидивов, показатели общей выживаемости были меньше, чем при облучении в эквивалентной дозе больше ста грей. Это исследование тоже достаточно известное среди радиотерапевтов. Тиммерман, 55 пациентов, неоперабельны. Классическая схема 3 фракции 54 грей, то есть эквивалент больше ста. Локальный контроль составил 98%, общая выживаемость достигала 56%. Токсичность третьей и четвертой степени, то есть выраженные пневмониты лучевые, которые требуют либо амбулаторного, либо стационарного лечения, составили 12,7 и 3,5% соответственно. И исходно низкие дыхательные резервы не влияли на количество осложнений после лучевого лечения. Многие пациенты и их лечащие, наблюдающие онкологи в регионах очень боятся после лучевых пневмонитов, потому что мало кто понимает, что это такое, как лечить. Даже не все радиотерапевты понимают и отправляют пациентов к пульмонологам, те отправляют их обратно к радиотерапевтам. На самом деле ничего ужасного, как правило, в таких реакциях нет. Большая часть, ну скажем так, они появляются меньше, чем в 10% всех стереотаксисов. Из этих 10% только у 20% пациентов они будут клинически как-то проявляться нарастанием одышки, сухим кашлем. И 80% из этого достаточно местных ингаляционных глюкокортикостероидов, таких как Будесонид. Если они не помогают, тогда есть всегда возможность назначения преднизолона в больших дозах с последующим уменьшением, тетрованием дозы. Здесь три исследования, которые были прекращены, которые, я уже перехожу к теме касательно давнего спора стереотаксис или хирургическое лечение. Сначала скажу о исследованиях, которые не удалось завершить в связи с прекращением набора участников, в особенности вот Розелл Трайл. Не набрали пациентов в группу лучевой терапии. С чем это связано? Это предмет тоже споров ожесточенных. Кто-то говорит, потому что хирург распределял пациентов, кто-то считает иначе. Мне больше интересно сказать, здесь вот тоже предоставлены некоторые только исследования, которые сравнивают стереотоксическое лучевое лечение с оперативным. Я бы хотел тоже вот сказать про три исследования, результаты которых я, как и все радиотерапевты, да и не только радиотерапевты, ожидаем в будущем. Здесь, насколько я понял, в этих исследованиях пациентов распределяют все-таки пульмонолог как нейтральное лицо. Он рассказывает о возможностях лечения, и дальше пациенты выбирают проводить лучевую терапию или идти к хирургам. Ну, пару слов скажу в конце касательно моей точки зрения о возможности стереотоксического лучевого лечения операбельных пациентов. Я, честно говоря, не вижу здесь поводов для больших ожесточенных споров. Я не верю, что полностью отпадет необходимость хирургии в обозримом будущем. Я думаю, что рано или поздно мы придем к ситуации, как в онковорологии с раком предстательной железы, когда, по крайней мере, я надеюсь на это, когда доказана равноценная эффективность двух методов. И у пациента будет возможность после консультации как с хирургом, так и с радиотерапевтом сделать самостоятельный осознанный выбор в пользу того или иного лечения. Но до этого, я думаю, нам еще далеко, потому что это необходимо и достаточное количество радиотерапевтов, которые будут способны предложить данный метод эффективного лечения и доступно об этом рассказать. В некоторых же ситуациях, откровенно скажу, лично я предпочитаю посылать пациента с ранней формой рака легкого к хирургу. Допустим, к примеру, пациент среднего возраста с периферическим раком легкого, который расположен близко к ребру, пациент абсолютно сохранный и рассматривает возможность лучевого лечения, я отправлю к хирургу, потому что у него активный пациент, молодой достаточно мужчина, вероятность развития болевых ощущений после лучевой терапии и асептического перелома ребра. Опять-таки мелкие образования, меньше сантиметра, которые активно гуляют при дыхании. Всегда мы, радиотерапевты, боимся банально не попасть в них, хотя у нас есть технологии, позволяющие и на задержке дыхания облучать, и облучать только в отдельные фазы. Я думаю, что к консенсусу тому или иному мы с хирургами обязательно придем. Я верю в эффективность нашего метода лечения, в его сопоставимую эффективность с хирургическим методом, также в то, что для пациентов это может быть удобнее в плане меньшего стресса, в плане меньшего количества дней госпитализации и возможности, допустим, пациенты, которые получают стереотоксическую лучевую терапию у нас, они, как правило, получают это в рамках дневного стационара. Пришли, получили сеанс облучения, ушли. То есть они живут своей жизнью и работают. И у очень незначительного числа пациентов в нашей практике проведение стереотоксической лучевой терапии в дальнейшем сопривожено с каким-то снижением качества жизни. Ну, будем ожидать результатов этих исследований, чтобы говорить уже предметно. А пока в рекомендациях имеются все данные, пациенты неоперабельные, либо отказавшиеся от операции. Им показана стереотоксическая лучевая терапия при такой возможности в качестве метода радикального лечения. Спасибо за внимание. Я буду рад ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо.